Нейробиология Это наука, которая изучает чувства. Чувств, как мы с вами привыкли, у человека сколько? Пять, правильно все говорят? Нет, конечно же, не пять, пять чувств классических, как определили древние греки, например, но в принципе нейробиологи считают, что чувства у человека намного больше. Сейчас мы это с вами очень просто докажем. Основные, обычные пять чувств, давайте перечислим все. Это что? Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, правильно? Правильно, это пять чувств. Теперь закройте глаза. Вы чувствуете, где находится кончик вашего правой руки указательного пальца? Чувствуете? Это не осязание, это не вкус, это не слух, это не обоняние, это не зрение. Это называется кинестезическое чувство, это ощущение того, где какая часть нашего тела находится. Это совершенно специальная такая сенсорная система, которая находится внутри нашего организма, которая позволяет нам ровно ходить и вообще как-то предметы хватать так, как мы это ловко делаем. Это, например, шестая. Какие еще можно привести примеры других чувств? Например, если кинуть куда-нибудь мячик, вы, скорее всего, сможете предсказать, куда он полетел, куда он упадет. Ученые, в принципе, рассматривают это как особое чувство, способность к экстраполяции, которая, в принципе, можно считать в некотором смысле такая научная интуиция, способность экстраполировать какие-то вещи, которые происходят. Это не такое составное чувство, которое берется из тех основных, которые у нас есть. В общем, если так считать, у нас есть еще несколько таких внутренних чувств, которые мы не осознаем. Например, мы чувствуем изменение концентрации кислорода в крови, мы чувствуем изменение концентрации кислого газа в крови и так далее. Вот если так считать, чувств получается намного больше. Одно из этих чувств называется вкус. Но в данном случае я имею в виду не тот вкус, который мы только при помощи языка испытываем, а то, что под вкусом понимают некоторые нейробиологи. Почему мне так трудно об этом говорить? Почему получается немножко костно? Потому что в английском языке, на котором в основном проводятся эти исследования, есть два слова для наименования вот этих вот чувств. Одно слово «тейст», другое слово «флейвор». Слово «тейст» — это просто те ощущения, которые приходят к языка и которые мы потом при помощи мозга воспринимаем. А слово «флейвор» — это, соответственно, что-то большее. Вот мы сегодня будем говорить про это что-то большее. Наука, которая занимается изучением вот этого чего-то большего, что мы условно будем называть вкус сегодня, называется нейрогастрономия по-английски. Опять же, по-русски, мне кажется, это звучит немножко странно и не отражает сути того, чем занимается эта наука, поэтому я не стал называть лекцию так. Но, тем не менее, по-английски это нейрогастрономия, если искать где-то. И вот есть замечательная книжка, которая называется «Ньюрогастрономия. How the brain creates flavor and white matters». Она написана нейробиологом, который на протяжении уже многих лет изучает обоняние. И, собственно, он утверждает, что обоняние — это, на самом деле, самая важная составляющая вот этого вкуса, про который мы с вами будем говорить. Вообще вкус — штука такая, интересная и сложная. С одной стороны, мы к нему хорошо привыкли, и мы знаем, что вот есть язык, на языке есть вкусовые рецепторы, этих вкусовых рецепторов не очень много, и, в общем-то, ничего удивительного в этом нет. Но есть некоторое количество любопытных фактов, которые, в принципе, понятны любому человеку, но они научно подтверждены, которые дают нам понять, что не только в языке дело, когда мы с вами чувствуем вкус. Во-первых, были проведены эксперименты с вином совершенно замечательные. В конце 90-х, начале 2000-х годов выяснилось, что люди молодые тогда в этом эксперименте участвовали не в состоянии отличить красное вино от белого вина, подкрашенного красным красителем, но даже из другого винограда. Они не в состоянии отличить вот это подкрашенное красное вино от обычного красного. То есть они белое вино, которое, как мы с вами прекрасно знаем, отличается на вкус, не могут назвать белым. Они считают, что это красное. Поэтому не очень понятно. Ну, хорошо, это были любители. Вопрос, что с профессиональными сомелье. Возможно, тоже они свои деньги, они получают достаточно много денег за то, что описывают вина. Возможно, они их получают не очень за что. То есть цвет напитка очень влияет на восприятие вкуса этого напитка. На восприятие напитка влияет звуки, которые мы слышим. Например, важной составляющей вкуса чипсов является их хруст. Или важной составляющей вкуса картошки фри является тоже хруст. Соответственно, если она не хрустит, то большинство людей будет оценивать ее как не очень вкусную. Оказывается, что цвет посуды влияет на восприятие вкуса. Интуитивно это знают рестораторы, потому что тарелки чаще всего в ресторанах белые. И это правильно. Действительно, на белой посуде еда кажется наиболее вкусной. Но, например, на красной посуде мы употребляем меньше еды. Не очень понятно почему. Но, тем не менее, если есть из красных тарелок, мы, в принципе, будем съедать немножко меньше. В принципе, более сложные даже штуки влияют на восприятие вкуса. Оказывается, что то место, в котором мы находимся, влияет на восприятие вкуса буквально. Например, если вы возьмете один и тот же виски и будете пробовать его где-нибудь на природе, то вы можете почувствовать и описать, соответственно, такие эксперименты были, описать землистые нотки в этом виске. И сказать, какой классный виски, какая вода потрясающая и так далее. А если вы то же самое будете делать в комнате перед камином, где дубовые стены, то вы, скорее всего, будете говорить про древесные нотки. И это действительно чувствуется человеком. Дело не в том, что мы это называем. Действительно, мы при этом чувствуем эти самые древесные нотки. Действительно, мы при этом чувствуем вот эти самые землистые нотки и так далее. То есть, действительно, вкус – штука очень сложная. И вот некоторые нейробиологи, которые занимаются вкусом, они считают, что это самое сложное из чувств. Почему? Потому что оно составное, и оно включает в себя все остальные чувства. Это все влияет на восприятие нами вкуса. Но мы сейчас начнем разбираться, как все-таки эта штука устроена, где возникает ощущение вкуса, на каком этапе, и попробуем с вами выяснить, действительно, это насколько сложно или не очень сложно. Ну, начнем, естественно, с того, что всем уже, в принципе, известно, то, что вкусов у человека сколько? Четыре. Пять. Кто больше? Пять. Традиционно считают, что у человека четыре вкуса. Считали. И традиционно также считали, что распределение этих вкусов по языку, оно совершенно четкое. Кончиками языка мы чувствуем сладкое, краешками языка мы чувствуем соленое и кислое, корнем языка мы чувствуем, соответственно, горькое. Выяснилось, что это не так абсолютно. Мы всем языком чувствуем все вкусы, где-то чуть-чуть больше, где-то чуть-чуть меньше. Но нельзя сказать, что мы корнем языка не чувствуем сладкое, а кончиками языка не чувствуем горького. Единственное, что точно известно, вот корень языка, он горькому чуть-чуть более чувствительный, чем все остальные части. Вот, это первая вещь, которую мы про вкус знаем теперь, не так давно. Второй момент. Вкусов действительно не четыре. В принципе, японцы с начала 20 века считают, что их пять. Они еще описывают вкус под названием умами. Это вкус глутамата натрия. По-русски его очень трудно описать. И вообще в европейских языках слова для этого вкуса нет по очень простой причине. У европейцев намного хуже чувствительность к этому вкусу, потому что их рецепторы устроены немножко не так, как они устроены у азиатов. Именно по этой причине азиаты, японцы конкретно его описали еще в начале 20 века, а, соответственно, европейцы только в конце 20 века. Этот вкус обычно описывают примерно как такой сытный или мясной, или сырно-томатный. В общем, он странный. В России довольно трудно найти в чистом виде приправу умами. Но самое близкое, что есть, это вот эти порошки в дешевых супах типа доширака. Вот это в основном глутамат. Вот если просто его попробуете, это даст наибольший шанс ощутить, что такое чистый глутамат. Чистый глутамат немножко отличается. Соевый соус, да, но он тоже чуть-чуть другой. Вот чистый глутамат. Я просто недавно, мой друг был в Японии, он привез мне вот упаковочку этого чистого глутамата, и я его попробовал. Он специфический, но в другой еде, и очень трудно его отличить от остальных вкусов, потому что мы к этому не привыкли. Допустим, если его в пиво насыпать немножко, то получается по вкусу томатный сок. Совершенно вообще неотличимый. По консистенции отличимый, а по вкусу неотличимый. Так что вот есть пятый вкус, и с ним уже более-менее устоявшаяся история. Все ученые уже считают, что да, вкусов пять, но ученые на этом не останавливаются. Они говорят, что нет, не пять. Недавно пришли к консенсусу, что есть еще жирный вкус. Он тоже специфический, но с ним, наверное, немножко попроще. Жирную пищу мы с вами все пробовали. Раньше просто думали, что откуда берется это ощущение. От специфической текстуры жирной пищи. Оказалось, что нет сами по себе жирной кислоты, например, линоленовая. Они вызывают это ощущение. Сначала это у крысы обнаружили, потом у людей. Потом недавно выяснили, что еще и кальций. Оказывается, у него специфический металлический вкус есть. Он действительно существует. И, в принципе, скорее всего, у воды есть свой специфический вкус. То есть, как минимум, сколько у нас получается? Семь, восемь, да? Возможно, есть еще какие-то. Возможно, мы их еще просто не открыли. Что вообще значит, что мы открываем вкус, когда мы начинаем считать, что появляется вообще новый вкус? Когда мы знаем, каким образом этот вкус воспринимается? Воспринимается вкус, естественно, вкусовыми рецепторами. Вкусовые рецепторы — это на нашем языке такие пимпочки, которые вы прекрасно все ощущаете. Вкусовые сосочки они называются. В этих вкусовых сосочках есть вкусовые поры. В этих вкусовых порах находятся вкусовые клетки. Вкусовые клетки — это рецепторы, которые воспринимают химические вещества в растворенном виде. Очень важно, что именно в растворенном виде, если вы возьмете салфеткой себе язык, хорошенечко протрете и положите, я не знаю, соленый крекер на язык, вы ничего не почувствуете. Потому что соль не растворится в слюне, и, соответственно, ничего у вас не попадет в эти рецепторы вместе с жидкостью. На этих рецепторах есть разные виды белков, которые специфически воспринимают какие-то химические молекулы, из которых состоит пища. Типовые химические молекулы. И смысл есть очень серьезный, эволюционный, в том, какие именно вкусы у человека есть. Потому что вкус несколько задач выполняет с точки зрения нашего организма. Во-первых, он дает нам понять, где можно получить энергию. Во-вторых, он защищает нас от той пищи, которая может оказаться ядовитой. Конкретнее сладкий вкус позволяет нам почувствовать высокоэнергетическую пищу, богатую глюкозой, главным источником энергии, наиболее легко доступным. Вкус умами позволяет нам почувствовать пищу, богатую белками, которые важны для строительства клеток нашего организма. Соленый вкус позволяет нам употребить ту пищу, в которой достаточное количество минералов, которые нам необходимы для нормальной жизнедеятельности. Кислый вкус позволяет нам отличить ту пищу, которая, судя по всему, испортилась и которую есть, наверное, все-таки не стоит. В случае большинства вкусов этих рецепторов 1, 2 или 3, потому что это как бы важно уметь определять эти вкусы, но если мы не определим, ничего страшного. А вот в случае с горьким, рецепторов к горькому примерно 25 разных типов. И, соответственно, это очень важно, потому что очень много есть классов веществ, которые могут быть ядовитые. Нужно уметь определять их все. Оказывается, что люди очень сильно отличаются по наличию некоторых из этих видов рецепторов у людей, поэтому действительно разные люди по-разному чувствуют вкус. Более того, есть люди, которые сильно чувствуют вкус, есть люди, которые слабо чувствуют вкус. По-английски это называют супер-тейстерс по-английски, как супер-вкусачи, я не знаю, как это назвать по-русски. Но, в общем, можно провести эксперимент приблизительный, который позволит вам понять, к какой категории вы относитесь. И потом будете уже всем доказывать, почему вы это не едите, считаете, что это не очень вкусная еда, а вот это там очень вкусная еда. Вообще отличается это все чувствительностью к одному, сначала нашли к одному определенному горькому веществу, которое называется, сокращается проб. Но с ним, оказывается, коррелирует не только с наличием этого рецептора, коррелирует не только сам рецептор, а глупо получилось, короче, количество вкусовых сосочков тоже зависит от наличия этого гена. Какой эксперимент можно провести дома? Здесь это все-таки немножко грязно. Приходите домой, берете пищевой краситель какой-нибудь, они достаточно стойкие, поэтому аккуратней. Если нет пищевого красителя, подойдет зеленка или фукарцин, все что угодно, в общем. Мажете вот этим каким-нибудь красителем немножко себе язык, чтобы он был так более-менее равномерно окрашен. Достаточно одной трети, вот последней, да, просто чтобы вы увидели. Берете после того, как это сделали. Ну, в том варианте, который я видел, советую взять прокладку от, как это правильно называется, от уплотнитель для каких-то, неважно, короче, берете какой-нибудь кругляшок диаметром там чуть меньше сантиметра и прикладываете на язык, и считаете, сколько у вас там получилось вкусовых сосочков. Их становится видно, они розовенькие на фоне вот этого вашего красителя. Если у вас этих вкусовых сосочков вот на этой площади, там, примерно с копеечную монету, меньше 25, то вы не очень хорошо чувствуете вкус, поэтому, значит, вы можете есть все, что угодно. Если у вас там их около 25, то вы такой среднестатистический человек, которых половина, и вы нормально чувствуете вкус. А если у вас их там больше 25, там от 25 до 35 обычно, то вы супер вкусач, как мы сейчас это придумали. В таком случае вы очень сильно реагируете на присутствие любой горькой составляющей во вкусе. У этого есть, на самом деле, следствие. Оказывается, что вот те люди, которые слишком сильно чувствуют горький вкус, они крутые, потому что они в результате этого реже становятся алкоголиками, меньше едят в принципе. Они чаще всего более стройные. Ну, в общем, это действительно очень приятно. Но если вы оказались вдруг не таким человеком, это лишний повод задуматься и следить за собой побольше, потому что вкусовые пристрастия, они формируются со временем. На самом деле, не так много на это требуется времени. Недельку поешьте овощи вместо, я не знаю, бургера в Макдональдсе, и вы будете любить овощи, скорее всего. Итак, значит, вот это первичный уровень восприятия. Это рецепторы, которые есть на нашем языке. Но на самом деле, естественно, ощущение вкуса, оно формируется не на этом уровне. На самом деле, это такая мысль, более-менее философская, о которой любят рассуждать нейробиологи. То, что мы с вами называем чувством вкуса, это на самом деле не буквальная реальность. Это отражение объективной реальности, которая создана нашим мозгом. То есть вкус, естественно, появляется в мозге. Как он это делает? Ну, значит, у нас вот есть эти рецепторы. Сигналы от этих рецепторов собираются нервными клетками, и идут эти нервные клетки в мозг. Идут они в мозг, сначала останавливаются в одном из ядер мозга, нам сейчас не очень важно в каком, а потом они попадают в таламус. Вот этот вот кружочек, не кружочек, а вальчик здесь, это таламус. Здесь очень много разных линий, ничего не понятно, это нормально, потому что через таламус проходят вообще все сигналы, которые идут в высшую кору, то есть в большие полушария. Этих сигналов действительно много. И таламус занимается тем, что отфильтровывает лишнее. Там работают специальные механизмы, которые называются, ну, я даже скажу это слово, вы же все люди умные, называются латеральное торможение. Что это значит? Что значит, представьте, у вас есть 10 нервных клеток. 10 нервных клеток передают 10 разных сигналов. Какие-то сигналы чуть-чуть сильнее, какие-то чуть-чуть слабее. Оказывается, что клетка, когда какой-нибудь сигнал отправляет, она одновременно отправляет сигнал, значит, активирующий в мозг, и в то же самое время отправляет тормозный сигнал вот на тот же уровень, на котором она находится. Причем чем сильнее сигнал в мозг, тем, соответственно, сильнее тормозной сигнал. Получается, что она другие сигналы, кроме своего, тормозит. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы различать наиболее важные сигналы. Обычно чаще всего оказывается, что чем сильнее возбуждена вот эта нервная клетка, тем более важной информацией она обладает, тем большее значение это имеет для организма в целом. Получается, таким образом отсекаются ненужные сигналы, шум убирается, остается только сам сигнал, и он еще более четким оказывается за счет этого. То есть отношение, как говорят инженеры, я точнее не знаю, говорят ли так инженеры, но как пишут в книжках, отношение сигнала к шуму увеличивается. Все это дело происходит в таламусе, и после таламуса у нас вот эти вкусовые ощущения попадают сначала во вкусовую кору, она находится вот здесь, вот это называется островковая доля. Вы наверняка видели картинку мозга, и там нарисованы всякие обычно зоны, которые отвечают за то или за сё. На этих картинках чаще всего одной доли не видно, потому что она в глубине спрятана. Вот здесь ее отогнули как будто бы щипцами, и вот она там в глубине спрятана. Вот там вот формируются первичные вкусовые ощущения. Там вкусы, они, соответственно, выстраиваются в определенные такие ряды. Отдельно клетки, обрабатывающие кислые, отдельно клетки, обрабатывающие соленые, отдельно клетки, обрабатывающие сладкие и так далее, и так далее. И формируются первичные вкусовые ощущения. Считается, что именно вот в этом участке коры возникает сознательное ощущение вкуса. Вот именно за счет работы нервных клеток, которые находятся там. Это более-менее подтверждено Но еще раз повторяю Вот сейчас мы говорим про тот вкус Про который мы обычно считаем вкусом То, что по-английски называется taste Это только те ощущения, которые приходят от языка На самом деле на этом история не заканчивается Почему? Потому что на восприятие вкуса влияют многие вещи На восприятие вкуса, например, может влиять Просто тактильные ощущения от нашего языка Как это происходит? Знаете, что это за картинка? Поднимите руку, кто знает Да, это почти Этот человек называется гомункулюс Пенфилда Он отображает представительство разных По поверхности разных частей тела в нашем мозге Чувствительных То есть если у него большие руки Это значит, что рецепторов, которые воспринимают тактильные ощущения На кончиках пальцев очень много Там одна нервная клетка обрабатывает примерно 3-4 мм кожи Соответственно, в теле, на туловище Одна нервная клетка обрабатывает примерно 30-40 см То есть в 100 раз большую площадь Получается представительство в мозге клеток, которые обрабатывают информацию от рук, оно больше Поэтому руки у него нарисованы большие То есть вот этот человек как будто воспринимает все одинаково Просто размер конечности у него изменился относительно того, что есть у нас Он непропорциональный И здесь хорошо видно, что большие руки Видно, что тоже что-то всякое большое есть, неудивительно Видно, что у него большие губы, огромный язык И, соответственно, язык очень-очень такой тактильный орган Он очень хорошо воспринимает текстуру той пищи, которую мы едим Текстура пищи очень важна Твердая пища, мягкая пища, полутвердая, полумягкая Я не знаю, какие еще можете придумать градации Они по-разному воспринимаются И это для вас наверняка не секрет Большинство людей абсолютно любят есть хрустящие хлопья, твердые А не те, которые размокли уже в молоке или в кефире Зависимо от того, с чем вы едите И это не один человек, это все люди так Поясни, Антон, почему он в трусы одет на твоей картинке Там написано «цензорт» Есть вещи, которые законом каким-то там показывать не очень можно Поэтому мы их и не показываем Мало ли сюда дети придут Так вот, оказывается, что Вот эта картинка, на которой видно разные представители разных частей тела, наложенные на мозг И оказывается, что представительство языка находится совсем недалеко От вот этой островковой доли И где вкус воспринимается И оказывается, что окончания идут от островковой доли И от вот этого гомунку сенсорного, который в мозге находится Идут дальше, встречаются и формируют общее ощущение в так называемой орбитно-фронтальной коре Получается такое Общее новое качество вкуса Вот то, что по-английски называется как раз flavor, а по-русски называется тоже вкус На это влияет, соответственно, вкус На это влияет хруст, как мы с вами говорили То есть на это влияет звук На это влияет цвет, то есть зрительная система Все системы на это влияют, естественно Но сильнее всего, оказывается, на это влияет обоняние Что, в принципе, тоже не секрет Но когда мы говорим про обоняние Большинство людей в первую очередь представляет себе те чувства, которые мы испытываем, когда вдыхаем воздух, верно? И вообще нюхаем мы обычно, когда вдыхаем воздух Можно что-нибудь понюхать, когда мы выдыхаем воздух? Да, на самом деле вот весь вкус, практически больше 90% разнообразных вкусов Мы воспринимаем именно тогда, когда выдыхаем воздух Это называется ретро-назальное обоняние Мы сейчас туда придем Пока история, которая очень хорошо иллюстрирует, насколько вообще вкус И насколько, соответственно, вкус в широком смысле и обоняние в конкретном смысле Может влиять на историю человечества Если вы анонс видели, вы, наверное, эту историю уже знаете Вот чем две эти штуки связаны? Кто знает? Вот это мускатный орех, а вот это город Нью-Йорк Вот оказывается, город Нью-Йорк стал городом Нью-Йорком только потому Что мускатный орех, это очень дорогая пряность Была в средние века, в эпоху великих географических открытий Настолько дорогая, что Голландия с Англией воевали по этому поводу Вели страшные войны вообще Воевали они там, где этот орех растет В те времена он рос только на Малукских островах В районе Малукских островов Только на одном из этих островов И была жуткая кровавая битва за этот остров И в результате этой битвы голландцы проиграли И в качестве контрибуции отдали англичанам много денег И остров Манхэттен И поселение, которое там было, вместо нового Амстердама Превратилось в Новый Йорк То есть Нью-Йорк Действительно пряности, они вообще сыграли фантастическую роль в человеческой истории Торговые пути первые своим происхождением Обязаны шелкам и пряностям Причем пряностям в первую очередь Почему важны сами пряности? Это тема для отдельной огромной лекции Но в двух словах, не только ради вкуса мы их употребляли раньше Хотя сейчас в первую очередь ради вкуса На самом деле человек вообще нюхает лучше, чем он думает Просто европейская культура, она не очень привычна к этому Зато есть другие культуры Например, есть культура Андаманских островов Там живет племя, которое называется Онге Их примерно 100 человек всего осталось Они известны тем, что они считают, что весь мир — это запах Что самое главное в мире чувства — это запах Главное индивидуальное качество человека — это его не лицо, а это его запах И, в общем, вы поняли, все у них про запахи Как это ощущается, не очень представимо Но это что-то очень специфическое Они зрению не так много уделяют внимания Или, например, есть южноамериканские народы Которые классифицируют, допустим, растения, которые видят вокруг Не по тому, какое у них количество листиков, какая форма листиков А по запаху Насколько мы хорошо нюхаем? Оказывается, что мы настолько хорошо нюхаем, что способны вполне пройти по следу Проводили эксперименты, где чертили шоколадкой по земле И, соответственно, заставляли людей пройти по этому следу Вот если они нюхали, они с завязанными глазами шли Если они нюхали, то больше половины, порядка 66% людей Они могли пройти по этому 10-метровому шоколадному следу Кто-то не мог Если им в нос ставить затычки, они уже не могли по этому следу пройти Как все это дело работает? И почему вообще считается, что человек нюхает плохо? И почему оказывается, что он нюхает не так плохо, как мы думали? Дело в том, что у животных, которые обычно хорошо нюхают У них нос приспособлен для вот этого самого ортоназального обоняния То есть для вдоха, для восприятия запаха при помощи вдоха У них длинная носовая полость, она не очень высокая, достаточно длинная Специфическое устройство, ноздрей и так далее Опять же, отдельная тема Но, в общем, они прекрасно воспринимают запахи вокруг У них очень много рецепторов, которые эти запахи воспринимают Но человек, оказывается, намного лучше воспринимает те запахи, которые попадают к нему изнутри Когда он выдыхает, а это запахи той пищи, которая попала к нам в рот Это как раз называется ретро-назальное обоняние Наша носовая полость прекрасно к этому приспособлена Потому что у нас короче вот эта вот часть, у нас носоглотка короче немножко И поэтому не такой далекий путь нужно пройти запахом В общем-то, возможно, большой разницы нет в этом расстоянии Но, тем не менее, почему-то полость большая, вот эта Она большая совершенно бессмысленна со всех точек зрения, кроме этой Поэтому мы считаем, что, наверное, оно поэтому Поэтому такая большая Это, во-первых Во-вторых, оказывается, что, да, у нас чуть меньше обонятельных рецепторов, чем у других животных Зато у нас лучше, чем у всех остальных животных, идет обработка сигналов вот этих рецепторов Как это все дело работает, люди очень долго не понимали И они, соответственно, примерно стали понимать, как работает обонятельная система В 1990 году примерно Ученые, Ричард Аксель и Линда Бак, выяснили, наконец, как работают рецепторы В чем вообще загвоздка, в чем вообще проблема Все другие виды ощущений кодируются не очень большим количеством физических стимулов Зрение — это некоторое количество длин волн, и мы воспринимаем там только три из них Слух — это, соответственно, просто колебания воздуха Мы, соответственно, можем воспринимать все колебания воздуха С физической точки зрения это очень похожие вещи В смысле, они однообразные И понятно, что можно сделать примерно один рецептор, который будет воспринимать вот эту, значит, физическую модальность А что делать с запахами? Запахов потенциально бесконечное количество Как мы умеем воспринимать вот такое огромное количество совершенно разнообразных молекул? Это было непонятно Сейчас становится чуть-чуть понятнее Ученые долго думали, ну как бы, неужели у нас так много обонятельных рецепторов? И никто не верил, что их может быть ну так много Ну вот сколько их должно быть? Оказалось, что у человека примерно 3% генома — это очень много Ни одна другая функция нашего организма не занимает столько места в геноме Посвящены обонятельным рецепторам Это около тысячи генов Всего у нас порядка 30 тысяч генов Это около тысячи генов Тысяча генов, соответственно, тысяча рецепторов И огромное количество вариантов того, как эти рецепторы работают И стали выяснять, как... Вот, собственно, за открытие того, что этих рецепторов тысячи За открытие вообще этих рецепторов И за открытие того, к какому классу белков они относятся Ученые Ричард Акси и Линда Бак получили в 2004 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине Это была, наверное, последняя премия за восприятие, вообще за сенсорные системы До этого за зрение, за слух тоже получали Нобелевские премии Но это было примерно в 20-х годах 20-го века Сто лет потребовалось еще почти для того, чтобы понять, как работает обоняние Что, кроме того, что их много Да, их много — это причина номер раз Как мы их воспринимаем? Оказывается, что каждый запах обрабатывается у нас вот такими штуками Которые называются гломерулы Это участок... Вот у нас, соответственно, рецепторы Вот они расположены у нас в слизистой носа Дальше они отправляют свои сигналы в гломерулы Причем каждый вид рецепторов, который воспринимает примерно одно вещество Сейчас объясню, что значит примерно одно вещество Они отправят в одну гломерулу Примерно несколько тысяч одинаковых рецепторов идут в одну гломерулу Таких гломерул еще примерно 6 тысяч у человека То есть всего очень много получается у нас клеток Ну, примерно 40 миллионов рецепторных клеток у нас выходит Обонятельных И вот здесь в гломерулах рисуются сложные узоры Оказывается, что каждый рецептор чувствителен к некоторому набору молекул И эти наборы немножко перекрываются И вот это небольшое перекрытие позволяет создать образ, который потом можно распознать Примерно так, как мозг у нас распознает лица Запахи мы распознаем примерно так же, как лица Но в качестве лица это один из самых сложных уровней обработки В качестве запаха это первое, что нужно сделать, без чего мы вообще ничего не поймем И это все происходит в гломерулах Дальше, когда это в гломерулах Там на самом деле очень много связано с тем, что именно происходит Вот в этой книге примерно половина посвящена тому, как работают вот эти самые гломерулы Там очень много нейробиологически интересных вещей было открыто Например, дендрит-дендритные связи, о которых вообще люди подумать в принципе не могли Это, если будет интересно, отдельно расскажу Что происходит дальше? Дальше эти запахи у нас идут в обонятельную кору Которая находится недалеко от вкусовой В обонятельной коре формируются образы запаха То есть вот там возникает еще неосознанное ощущение, что это значит розмарин, вот этот мин, а вот это еще что-нибудь Но только еще проще, чем это Вот этот амилоацетат, вот это другое химическое вещество, вот это третий и так далее И потом все эти запахи идут вот сюда, в орбитофронтальную кору Там встречаются со вкусом и ура, образуется то, что мы как раз называем вкусом И то, о чем я не очень успеваю сказать, оказывается, что на это все очень сильно влияет Наша лимбическая система, которая связана с эмоциями И связи лимбической системы с обонятельной корой наиболее прямые, наиболее близкими Именно поэтому запахи очень сильные эмоции вызывают и у людей в том числе Но опять же это тема отдельной лекции Ну что же, друзья, на этом я так понимаю Конфеты А, конфеты, мы же, да, действительно, слушайте, а я же Прошу прощения, зачем же, собственно, были конфеты, возможно, вы уже догадались Мы сейчас с вами проверим, насколько ретроназальное обоняние вообще нужно, насколько оно работает В принципе, этот эксперимент проводил любой человек, который болел простудой когда-нибудь в жизни Почему? Потому что, когда вы болеете простудой, нос у вас забит, запахов вы особенно не чувствуете И вся еда кажется одинаковой Вот мы сейчас попробуем это подтвердить Ваша задача взять конфету, но пока еще не брать ее в рот, как сделали почти все, да, уже Положить ее на язык, заткнуть нос И попробовать определить вкус Ну, если вы уже положили, будет, наверное, трудно Если кто съел, поднимите руку, мы еще раз раздадим Мы готовы были к этому сценарию, у нас есть запасные конфеты Да, и мы вам по две вообще, в принципе, раздавали Ваша задача — положить их на язык, попробовать определить вкус этой конфеты И вы поймете, что она, ну, сладкая, ну, твердая А вот того фруктового ощущения, какие там, я не знаю, барбарис или что Вот это фруктовое ощущение вы, скорее всего, не должны почувствовать Если вы хорошо нос заткнули А теперь откройте нос и выдохните Получилось? Получилось Ну что, замечательно, мне кажется, заканчивать на эксперименте Друзья, если у вас есть вопросы, с удовольствием на них отвечу Так, да, значит, еще раз напоминаю, за лучший вопрос мы подарим приз Вечер добрый Добрый Меня Филипп зовут, приятно познакомиться Вопрос такой Вы рассказывали про множество вкусов, а острый вкус Острый вкус — это не совсем вкус Когда мы говорили про вкусовые ощущения, я в том числе упомянул, что есть еще тактильные ощущения Есть еще, естественно, болевые ощущения Есть еще ощущение тепла или холода Это отдельные ощущения, на самом деле Они кодируются отдельными сенсорными системами Вот у нас на языке есть рецепторы к горячему, есть рецепторы к холодному Это белки, которые, в принципе, настроены на то, чтобы действительно при температуре изменять свою структуру и посылать какие-то сигналы Но оказывается, что их можно обмануть, поскольку это химические вещества, хоть и большие С ними умеют связываться другие химические вещества В случае острого — это, например, капсаицин — химическое вещество, которое имитирует теплоту, имитирует жар В случае холодного — это ментол, который имитирует холод Кроме капсаицина есть еще другие вещества Например, аллегорчичное масло Капсаицин в основном, допустим, в черце, в перце, чили содержится Аллегорчичное масло, как нетрудно догадаться, в горчице И два разных с физической и химической точки зрения способа избегать остроты в данном случае Если вы съели перец чили, бесполезно запивать Капсаицин не растворяется в воде, это жирорастворимое вещество Вы ничего не смоете, просто добавите вкус воды еще себе А поскольку у вас уже есть острый вкус, вы почувствуете просто боль дополнительную Поэтому нужно заедать чем-нибудь жирным А вот аллегорчичное масло можно и запить, потому что оно в воде как раз оставляется и нормально смывается водой У меня такой вопрос, можно как-то повысить уровень восприятия вкуса и запахов Например, зрение делают операции, тактильно не повысить, понятно, а что с запахами и вкусами? Вообще, в принципе, как я уже говорил, обонятельная система изучена хуже, чем все остальные И она не так давно изучается И действительно такая проблема есть Почему? Потому что примерно 5% людей не воспринимают запахи вообще Эта болезнь называется анасмия И, соответственно, с возрастом обоняние ухудшается у людей стремительно И от этого падает качество жизни Почему? Потому что они перестают чувствовать вкусы А люди, у которых вдруг пропало обоняние, очень часто жалуются на то, что жизнь стала скучнее И вообще удовольствия мы не получаем Потому что вкус, на самом деле, важную роль играет в нашей жизни Просто незаметную Люди чаще всего в депрессии впадают и так далее, и так далее И да, такая проблема есть усилить как-то это дело Но мы не умеем этого делать Поскольку это все дело касается индивидуальных молекул рецепторных Которые почему-то вдруг ломаются Мы пока не научились генетически это делать Хотя мы уже на подходе к тому, чтобы все что угодно генетически сделать с нашим организмом Но вот конкретно с запахами пока не научились А чисто физически скальпелем там ничего не поковыряешь Не получится Влияет? Нет, ну если у вас насморк, то можно, значит, вылезти от насморка Но чаще всего проблема не в этом Скажите, пожалуйста, вот я, например, люблю есть руками И мне кажется, что если я ем руками, ну хотя это бывает, может быть, не всегда удобно в каких-то общественных местах Мне кажется, что еда гораздо вкуснее Это психологически или осязание тоже как-то действует на восприятие вот этого флэйвора? А где разница между психологически и физиологически в данном случае? Ее нет этой разницы Как мы уже говорили, вкусовое ощущение формируется в мозге Формирование этого вкусового ощущения запросто играют роль любые наши другие сенсорные модальности Обоняние, осязание, в смысле вкус, там, зрение, слух И если вы привыкли к тому, что это работает, это работает То есть для вас эта пища действительно вкуснее И невозможно сказать, так это или не так Для вас так, значит, так Давайте еще два вопроса или три максимума Здравствуйте Всем знакома ситуация, когда приходишь в супермаркет голодным И у тебя внезапно появляется полная тележка продуктов Можно ли это объяснить с точки зрения нейробиологии? Можно Дело в том, что восприятие запахов очень сильно модулируется нашим состоянием Если мы голодны, мы лучше чувствуем запахи Если мы не голодны, то идет прямой путь из орбиты фронтальной коры Которая получается сигнал о том, что, чувак, мы голодны Вот оттуда идут нейронные связи, которые приходят в эти самые гломерулы Вот прям туда И тормозят буквально те клетки, которые воспринимают запахи Поэтому, когда мы голодны, вокруг запахов больше, они сильнее на нас влияют Ну и дальше понятно, да? Добрый вечер У меня такой вопрос Вот вы говорили про японцев, которые пятый вкус, умами А еще в пятом веке до нашей эры полководец китайский Суньзы В своей книге «Искусство войны» тоже упоминал пять вкусов И там среди четырех классических пятый он назвал пряный Так вот, современной нейробиологии рассматриваются пряный Пряный — это острый, и мы его не считаем вкусом, потому что он, с точки зрения нейробиологии, это ощущение тепла просто Спасибо, Антон Еще раз повторю, это был Антон Захаров, старший научный сотрудник музея «Экспериментанием» и участник проекта «Правитремозг» Правильно? Да Аплодисменты 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 Продолжение следует...